Приветствую вас на своем канале Русский на Канарах. В этом видео вы узнаете новости на 21 ноября о ситуации на острове Ла Пальма в связи с извержением вулкана Кумбра-Вьеха. Итак, вулкан на Ла Пальме, который извергается на протяжении 63 дней, превысил в эти выходные отметку в выбросах в 10 миллионов кубометров пирогластов. Поэтому научный комитет МЧС Канарских островов Пиволка повысил свой коэффициент взрывоопасности вулкана с 2 до 3 по шкале от 1 до 8. Шкала рассчитывается в основном по количеству испускаемого пирогластического материала. И в этом случае уровень был повышен до 3, потому что эти выбросы превысили 10 миллионов кубометров. А не потому, что произошли какие-либо серьезные изменения в механизме извержения или в его взрывоопасности, подчеркнула пресс-секретарь научного комитета Кармен Лопес. Лава вулкана за последние 24 часа заняла 8 новых гектаров. Общая площадь пораженной площади составила 1058 гектаров. Кармен Лопес указала, что сохраняется стромболианский тип извержения вулкана, и лава по-прежнему активно течет в некоторых зонах. По словам Лопес, ситуация на острове сейчас неблагоприятна для авиации. Скорее всего, это приведет к отмене рейсов и в понедельник 22 ноября. Микеланджело Моркуенде, технический директор Пиволка, в воскресенье на пресс-конференции рассказал о ситуации с вулканом на Ла Пальме. В зоне Ла-Манча ежедневно измеряется уровень диоксида серы. Фиксируется высокая концентрация загрязняющих газов, что неблагоприятно для здоровья людей. Поэтому мы были вынуждены в последние две недели заставлять ожидать людей на посту управления, который дает доступ в эту зону, объяснил он. Моркуенде извинился за эти часы ожидания и уверил население, что они работают для здоровья граждан. Именно по этой причине нам пришлось отложить доступ людей к этой территории сегодня до 11 утра. И когда снизился уровень токсичных газов, мы позволили людям туда войти, подчеркнул он. Моркуенде предупредил об опасности легкомысленного отношения населения к тому, что в зоне их проживания есть активный вулкан и настоял на том, чтобы граждане сохраняли бдительность ради собственной безопасности. Также на этой конференции он подчеркнул, что сейсмичность остается стабильной, выбросы газов продолжают снижаться, деформация почвы на 6 см по вертикали, которую обнаружили в прошлые дни, изменилась, а качество воздуха остается благоприятным на большей части острова Ла Пальма. Авиакомпания «Бинтер» решила продлить на весь день воскресенья приостановку своих полетов над Ла Пальмой из-за развития неблагоприятной ситуации с вулканическим пеплом, падающего над аэропортом острова. Авиационная деятельность в аэропорту была приостановлена с утра субботы, так как западные ветры, где находится вулкан, выталкивают пепел на восточный склон острова, где расположен аэропорт. Национальный географический институт зарегистрировал 52 землетрясения за последние сутки, 4 из которых были ощутимы населением острова. Величина наибольшей магнитуды в 4,6 балла произошла в 10 утра в субботу на глубине 37 км и ощущалась населением с интенсивностью 4. Такие были новости на сегодняшний день, 21 ноября, на острове Ла Пальма. Спасибо вам большое за вашу поддержку нашего канала, за ваши подписки, лайки и ваши комментарии. Всем спасибо и пока-пока. До следующих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok